Подобное дело первое не только в Шенкенте, но и в Казахстане. Аналогичные мошенничества происходили в России, но для наших граждан такой обман еще в новинку. Впрочем, сотрудники Департамента государственных доходов фокусы африканцев разоблачили с блеском. В итоге оба нигерийца признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Срок назначен минимальный по данной статье 5 лет. С учетом амнистии под нее мошенники попали, так как их тяжкое преступление не повлекло ущерба потерпевшему, окончательным определено по 3 года 9 месяцев. Перед прениями они признали вину в том, что они действительно участвовали в совершении этого преступления. Но способ их защиты был все свалить на гражданина Казахстана, молодого парня-переводчика, которого они встретили в Ченкенте. Он прошел свидетеля по делу и полностью пояснил нам все, как происходило. Представители африканского континента по собственному утверждению прибыли в Казахстан, чтобы заниматься многомиллионным инвестированием в нашу экономику. В поисках подходящих проектов добрались до Шимкента. Здесь-то они и познакомились с одним из местных предпринимателей. Нигерийцы сообщили ему, что являются поверенными лицами крупного чиновника, который, увы, погорел и сел в тюрьму. То ли за коррупцию, то ли за что-то еще. И хотя африканский чиновник сидит, его капиталы более 10 миллионов долларов, выведены за границу и готовы для вложения. Недолго думая, южноказахстанский бизнесмен предлагает построить осетровый завод в Атерау. Нигерийцы соглашаются. Спустя несколько дней дельцы сообщили, что через консульство получили деньги, но только нелегальным переводом. И он объяснил, что деньги пришли в черных бумажках. Почему они так его заносят? Потому что более безопасные, чтобы сканер не проходил через аэропортский эти не проходил. Потом нигерийцы объясняли и показывали нашему бизнесмену, как надо вновь отберить черные доллары. Берешь одну купюру, вторую купюру, берешь оригинал, скрещиваешь и получаешь три бумажки. Положил в холодильник на 20 минут. Потом вытащили, деньги были еще черные. Потом они добавили какую-то жидкость. И потом он их начал втирать вот так. Между собой? Между собой. Да. И деньги начали билеть. То есть обратно прожили за доллары? Да. После этого нигерийцы заявили, что хотят отберить все 9 миллионов своих черных долларов. Но для этого им надо тысячу оригинальных 100-долларовых купюр. У бизнесмена таких денег не было. В итоге остановились на 18 тысячах уя. Наш потерпевший Амиров проявил бдительность. Это молодец. Он быстро сообщил департаменту с доходом. Службу экономических расследований. Вот в результате его сообщения данные граждане недели были запрещены. Естественно, никаких черных миллионов у них не обнаружили. Вместо купюр была найдена кукла из черной бумаги. И ее, по материалам следствия, мошенники и планировали обменять на оригинальные доллары. Не будет, Владимир Кипов, пояснений, да? Еще раз будем переговорить с подсудимыми. Если они хотят заявить желание, подать жалобу операционной балетки, мы поможем им. Остается добавить, что оба нигерийца пребывали на территории Казахстана абсолютно легально. Имели и визу, и регистрацию. Продолжение следует...